Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет видео-болталка. Я хочу в этом видео ответить на три запроса, вопросы, которые мне оставляли под одним из предыдущих видео, и поболтать. Конечно, на правду, на истину я не претендую, я просто высказываю своё мнение. Меня спросили, и я отвечаю. Ну и давайте сразу же начнём. Чтобы не затягивать это видео, постараюсь недолго. Болтать, а болтать я люблю. Первый вопрос задала мне Лариса Антонченко. Я заранее извиняюсь, если я неправильно поставила ударение. Привет! Вопрос не по теме. Какой город вам больше нравится, Москва или Питер? Понятно, что вы живёте в Питере. Если не любите Москву, то почему? И недавно она мне напомнила ещё о том, что я обещала снять такую болталку. Во-первых, огромный привет и большое спасибо за то, что оставляете мне вопросы, за то, что оставляете свои комментарии. Мне действительно это очень-очень приятно. Вообще, честно признаюсь, что в Москве я была несколько раз, но я была всегда проездом. То есть я даже не была на Красной площади и вообще как таковую Москву не видела. Всё как-то мы собираемся туда съедить, да, всё дела до случаев. Ну, в общем, всё как обычно. Поэтому, если честно, мне сравнивать не с чем. И так как я не видела этот город, мне сложно очень судить вообще, какой он, да, для того, чтобы судить о городе, нужно какое-то время в нём пожить. Это моё личное мнение. И причём пожить не в качестве туриста, а в качестве прям жителя этого города. Но я могу сказать, что, наверное, многие со мной согласятся, что Москва и Санкт-Петербург — это два абсолютно разных города. Наверное, как огонь и вода. Причём огонь — это Москва, а вода — это Питер. Соответственно, Москва — это движение, движ какой-то, я не знаю. То есть, когда приезжаешь в Москву, тебе волей-неволей тоже хочется куда-то бежать, торопиться, я не знаю, что-то делать, что-то вот. Ну, это у меня так создалось, такое впечатление о Москве. То Санкт-Петербург — это такая неспешная прогулка по Неве. Хотя Санкт-Петербург тоже может закрутить, завертеть и тоже может дать много возможностей, если это захотеть, конечно же. Есть такое, что москвичи не любят питерцев и питерцы не любят москвичей. Такое есть, я такое слышала неоднократно, но мне кажется, это, знаете, такая, ну, может быть, отдельно взяты какие-то люди, отдельно взяты какие-то ситуации, из которых вот создалось такое впечатление у людей, наверное, мне так кажется. Но есть такое, что питерцы считают москвичей, знаете, такими зазнавшимися людьми, да, а москвичи считают питерцев, ну, таких, знаете, если так сказать мягко, то людей, у которых уровень культуры уже переходит за грань, то есть когда уровень культуры становится уже ханством. Ну, вот где-то примерно вот так вот. И вообще Питер, кстати, очень часто называют большой деревней. Мне кажется, что в этом что-то есть, и какая-то доля правды в этом тоже есть. Я, кстати, совсем недавно ехала в машине, и там по радио ведущая сказала, что Питер вызывает либо вдохновение, либо ОРВИ. Ну, мне кажется, здесь есть какая-то доля правды в этом во всём. Вообще, я очень люблю свой город, очень сильно люблю. Я люблю его погоду. Я вообще считаю себя ребёнком Питера, потому что мне комфортно именно в той погоде, которая у нас в Санкт-Петербурге. Хотя иногда погода здесь перебарщивает. Я с этим не могу не согласиться. Иногда вот серость, уровень серости, он зашкаливает и уже, мягко говоря, надъедает. Такое есть. В принципе, мне больше нечего сказать. Честное слово, я вообще не люблю судить о городе по конкретно взятым людям. То есть я всё-таки считаю, что какое-то время нужно там пожить. Так как я не жила, у меня какого-то такого личного моего мнения о Москве нет. Но я уже повторюсь, я люблю именно свой город, и я бы очень сильно расстроилась, если бы мне пришлось бы отсюда переехать. С этим вопросом я, надеюсь, понятно, и я, надеюсь, я ответила на этот вопрос. И хочу ответить на следующий. Задала мне его Елена Царёва. Царёва, наверное, правильно. И заранее извиняюсь, неправильно поставила ударение. Влоги пролетают на одном ныхане. Всегда мало. В огороде красота, приятный кусочек природы. Спасибо большое. Наташа, если интересна будет тема, с ними видео об ответах на деликатные вопросы. Вопросы о личном, на которые отвечать не хочешь, но окружающие прямо-таки настаивают. Ваше видение, как лучше выходить из подобных ситуаций. Спасибо за блог. Спасибо вам, во-первых, огромное за комментарии и за такие приятные слова. Вообще, неудобные вопросы что касается лично меня, у меня есть некоторые вопросы, которые я не обсуждаю вообще. То есть я так прямо и говорю, и когда, допустим, в моем окружении начинается обсуждение этих тем, первое, что мне хочется сделать, это просто встать и уйти. Это две темы, как сами, политики и религии. Я на них вообще не люблю разговаривать, и мне кажется, во-первых, сколько людей, столько мнений, во-вторых, эти дебаты многовековые, и я не вижу смысла это обсуждать. Также я могу сказать, что я такой человек достаточно ленивый, поэтому что-то врать я не люблю. Точнее, я этого не делаю. Я уж не знаю, когда в последний раз урала что-нибудь, наверное, когда маленькая была. Просто потому, что мне лень. Это для того, чтобы что-то соврать. Это же надо придумать, как-то красиво преподнести, придумать ответы на сопутствующие вопросы, потом еще все это запомнить, потому что спустя время вам могут снова задать вопрос на эту тему, и чтобы, так сказать, не облажаться, вы должны все это помнить. Мне это надо? Нет, мне это не надо. Поэтому у меня вообще на какие-то неудобные вопросы в принципе три варианта ответа. Первый – это когда я не отвечаю. Что касается, например, социальных сетей, тот же YouTube, например, взять, когда мне в социальных сетях задают какой-то вопрос, который, на мой взгляд, неудобный, некорректный, или формулировка его такова, что я понимаю, что любой мой ответ будет неверный, то я просто не отвечаю. Если такое происходит в жизни, то я становлюсь, знаете, такая глухая сразу на оба уха, как бы делаю вид, что я вообще не расслышала вопросы, такая куда-нибудь пошла, если есть возможность уйти, вообще уйду. То есть вот как-то так. Если такое не получается, например, в жизни, то я постараюсь как-то перевести тему разговора и, соответственно, не ответить, опять же, на этот вопрос. Если эти два варианта не подходят, если человек прям вот догоняет меня, останавливает и снова и снова задает этот вопрос, то я прямо отвечаю, что я не буду отвечать на этот вопрос. И меня спрашивают, почему? Я говорю, потому что он там неудобный для меня, неуместный, некорректный или потому что я не хочу вообще, допустим, там какую-то информацию о себе, о своей семье разглашать кому-либо. Вот и всё. И если человек настаивает, то я, то есть я буду вот эту вот пластинку отвечать постоянно. То есть я буду говорить, я не буду отвечать на этот вопрос, можно от меня отстать. На самом деле достаточно быстро люди отстают, конечно, они уходят и додумывают себе там много что, но это уже такая категория людей, которые, знаете, вот какой бы вы не дали ответ, он будет неверным. И неважно, сказали вы правду или соврали, вот такая история она бывает. Ну просто для меня, например, как? Если человек задаёт какой-то неудобный, неуместный вопрос, то почему я не могу ответить ему так же? Ответить неудобно, неуместно, возможно, где-то некорректно, хотя ответить, что я не хочу отвечать, это для меня это не некорректный ответ, да, то есть, мне кажется, так вполне имеет право ответить каждый человек. Вообще, я считаю, что каждый из нас праве не отвечать на какой-либо вопрос. Что касается неуместных, некорректных тем, какие они для меня, на самом деле их не так много, но первое, это связано, наверное, как и для многих, с какими-то интимными вопросами, будь то интимное здоровье или вообще интимная жизнь и всё, что с этим связано, да, конечно, такие вопросы, я считаю, можно обсуждить за бокальчиком чая с подружкой, но не более того, и то, мне кажется, сильно уж там выносить, я вообще из тех людей, кто не выносит ссоры за сбы, если честно, я считаю, что муж и жена это одна сатана, и вот вопросы какие-то связанные вот с внутрисемейными делами, я вообще не люблю обсуждать, и не люблю, когда обсуждают другие люди, в особенности в таком негативном ключе, я вообще не люблю, когда люди ноют, я по-другому это назвать не могу, когда человек просто постоянно такой на негативе, постоянно говорит о негативе, сам при этом ничего не делает, вот я такую историю не очень сильно люблю, поэтому я стараюсь избегать вообще таких людей и таких тем тоже стараюсь избегать. еще один из некорректных, неуместных вопросов это вопрос денег, ну здесь все понятно, одно дело, когда там, допустим, я показываю, там, ой, смотрите, я купила там себе новую сумочку, меня спрашивают, где я, я говорю, там-то, за сколько, за столько, да, о, круто, я тоже побегу туда, хочу себе тоже купить сумку, да, это один вопрос, и совершенно другой вопрос о том, сколько вы зарабатываете, на что вы живете, там, я не знаю, за сколько продали квартиру, машину, я не знаю, и все вот это вот, это для меня неуместные вопросы, я считаю, вообще в принципе, когда люди даже вот в моем кругу, скажем так, обсуждают этот вопрос и прямо говорят, вот я зарабатываю столько-то или столько-то, для меня всегда это удивительно, я не понимаю, зачем об этом говорить, потому что если вопрос хвастовства, то я считаю, что хвастаться нужно, нужно другими заслугами, а не количество бумажек в кошельке, вот, как-то так, так, и еще один из вопросов для меня вообще, которые просто, ну, такие, too much, это вопросы, связанные с детьми, в особенности, знаете, когда вступнула 18, когда выйдешь замуж, вышла замуж, когда будет ребенок, родила ребенка, когда будет второй, родила пятого, зачем тебе так много, вот это вообще, особенно, когда задают такой вопрос женщины, уже имеющие детей, и задают вопросы паре, у которых нет детей, они живут достаточно долго, то есть, такие женщины, я думаю, они предполагают, что, возможно, у пары есть просто какие-то проблемы с зачатием, со здоровьем, вообще, в принципе, и задают такой вопрос, я считаю, неуместным, некорректным, но, мне кажется, это из серии злорадства уже какого-то идет, и злобы, поэтому вообще, на такие вопросы вообще считаю, что нужно, не стоит отвечать, вот, а также вопросы, связанные с детьми, там, почему вы делаете так, а не так, почему одеваете, там, зеленые варежки, а не синие, почему кормите, там, с ложечки, а не с вилочки, почему делаете так, а не так, почему это, почему то, то есть, все, что касаемо, вот таких внутрисемейных, даже вопросов, также, там, вот это, вот, любят обсуждать, ведение бюджета, к только мучу там должен так далее я кстати крайне не люблю такие темы вообще в принципе обсуждать и не считаю многие вопросы которые вот обсуждается любит обсуждать они интересны да может где-то любопытно но неуместно вот так что я примерно выхожу вот таким образом вообще если человек очень сильно настаивать на каком-то некорректном вопросе например на вопросе денег у меня сразу возникает к нему вопрос почему ты спрашиваешь меня почему ты постоянно при встрече спрашиваешь то есть я вот прямо так ну грубо говоря в лоб могу так и спросить вот почему что что происходит даже что что вот не так что у тебя прямо возникает вот такой вот колоссально интерес на эту тему то есть я вполне могу задать такой вопрос но вообще люди которые меня знают они обычно не задают на таких вопросов, потому что знают, как я на них реагирую. Вообще, я такой достаточно, вообще недостаточно правдивый, как я уже сказала, человек. То есть я врань не буду, это точно. Просто не отвечу, и всё. И для меня это... Для меня это нормально. Вот. Как-то так. Я, кстати, к вопросу о том, как выходить из подобных ситуаций. То есть, ну, мне кажется, отвечать прямо в лоб, если это ваши какие-то родственники, друзья. Ну, прям так ответить. Вообще, задать вопрос на вопрос, а зачем тебе это, да? Зачем тебе нужно знать, допустим, сколько я зарабатываю, или сколько зарабатывает мой муж? Или какие-то интимные вопросы, так тем более, да, которыми вы не хотите делиться. Прямо в лоб спросить, а зачем тебе это нужно знать? Ну, просто интересно. Ну, просто интересно я не скажу, да? Ну, вот как бы, как-то так. То есть, можно как-то даже отшутиться от этого вопроса. Если человек чересчур сильно настаивает, вот прям, знаете, бежит за вами, хватает вас за руку и говорит, постой ты мне, расскажи, то, мне кажется, в любом случае, как бы вы ни ответили, ваш ответ будет неправильным для него. Ну, есть такая категория людей. Поэтому, мне кажется, вообще не париться, отвечать так, как вы считаете нужным. Мне не нужно ничего выдумывать, ничего придумывать, ничего, как-то, знаете, обходить, подводные камни какие-то. Нет. Просто, если вы с человеком на одной волне, и вы ему один раз скажете, что для дня вот эти вопросы, это неуместное, то я думаю, что он не будет вам, к вам приставать, особенно если он к вам очень хорошо относится. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Давайте перейдём к следующему. Задала мне его Галинка, Галинка. Я заранее, извиняюсь, если мало, неправильно поставила ударение. Как всегда, уютно, тепло и по-домашнему. Наташа, вот не возникает ли у вас желания пойти работать? Не то, чтобы ради денег, а для себя самой, как говорится, себя показать, на людей посмотреть. Не наедает ли тебе домашняя рутина? Спрашиваю за интересы, так как сама в данный момент такая. Не так давно вышла на работу, ребёнка 4 года, и я реально понимаю, что на него у меня просто не остаётся силы. Плюс к тому сезон простыл, начал болеть, в итоге выбрала семью своего сыночка, и теперь снова дома. Дети растут быстро, и мы просто не успеваем этого заметить. Интересно было бы услышать твоё мнение по этому поводу. Вообще такой вопрос, как должна женщина работать или не должна, он достаточно такой острый, я так понимаю, но по крайней мере в обсуждениях на Ютубе. Я сразу хочу оговориться, что здесь мы ведём сейчас разговор при том условии, когда у женщины есть финансовая возможность не работать. Будь то её содержит муж, родители, или у неё какой-то бизнес, или я не знаю, какие-то инвестиции, сдаёт она квартиру, 10 квартир и так далее. В общем, у неё есть финансовая возможность не работать, и это здорово. Вообще, должна ли женщина работать или нет, я лично считаю, как. Женщина должна быть счастливой, и если для неё счастье, ходить на работу, строить свою карьеру, строить, не знаю, вот эта вот кипящая жизнь, какая-то, новые знания, новые люди, новые движения и так далее, и тому подобное, то она должна выходить на работу. Если для неё счастье, находиться дома с ребёнком, заниматься бытом, заниматься ребёнком, какими-то вопросами, связанными с детьми и так далее, то, конечно же, она должна находиться дома. Женщина должна быть счастлива. Счастлива мама, счастливы дети, счастлива вообще вся семья. Это первый, самый главный, мне кажется, закон. Что же касается в этой ситуации меня? У меня, конечно, сейчас не стоит такого вопроса, потому что у меня есть YouTube. Это моё хобби, которое, конечно же, приносит мне доход. И к вопросу о том, какой доход, мы возвращаемся к предыдущей теме, да. И вопрос, даже дело не финансово, не финансово составляющее вопроса, да, дело в том, что, в принципе, YouTube у меня забирает всё свободное время, в особенности, если я выпускаю видео каждый день, то у меня просто не остаётся времени, даже вот на мои какие-то небольшие хобби, серии, картины и так далее, да. Но если, допустим, взять ситуацию, что у меня не было бы YouTube, захотела бы ли я выйти на работу? Нет, не захотела бы, просто потому, что я хочу заниматься детьми. Я считаю, что дети вырастут, и у меня ещё будет много возможностей выйти на работу, поработать и, так сказать, отдать часть своей жизни, работе. Если говорить о том, что после 45 лет я не буду никому нужна, я вам расскажу такую историю. Когда мне было в районе 25 лет, я только вышла замуж, получилось так, что я поменяла работу, пришла на дно из собеседования с руководителем, всё, мы общались, всё было замечательно, а он мне сказал, вы знаете, девушка, вы нам так подходите, вот вообще идеальный кандидат, но вы недавно вышли замуж, поэтому скоро идёте в декрет, а нам нужен человек, который будет работать. Всё. Моей сестре в районе 30 лет что-то такое было, она тоже меняла работу, устраивалась на другую, ей сказали, вы знаете, мы вас не возьмём просто потому, что у вас маленький ребёнок, он будет часто болеть, и вы будете часто в предбольничестве. Всё. То есть, начиная с 18 лет, то 45 женщина может родить в любой момент. Некоторые работодатели из-за этого не хотят брать женщину на работу. А начиная с 45 лет, она уже как бы старая, и как бы всё. То есть, в принципе, женщина вообще может не париться, вообще не выходить на работу, её всё равно никто не возьмёт. Поэтому, говорить здесь о том, что после 45 лет жизнь закончится, и я никому не буду нужна, ну, как бы здесь бы я поспорила. Вы знаете, я бы, наверное, если бы не YouTube, я бы, наверное, нашла для себя какое-нибудь занятие, позволяющее мне отвлекаться от детей, дома, быта. То есть, какое-нибудь хобби. Вот вопрос, какое, если честно, я не знаю, я бы, наверное, перепробовала много что, в зависимости от того, какая бы у меня была потребность. Потребность была бы просто в общении, возможно, это были бы просто какие-то, не знаю, через социальные сети, возможно, или что-то такое, да, где позволялось бы просто-просто общаться, да, не обязательно выходить из дома. Если бы мне необходимо было именно выходы из дома, такое иногда необходимо, честно признаюсь, то я бы, наверное, бы нашла бы какое-нибудь, ну, не знаю, хобби. Приносила бы она мне доход или наоборот занимала бы у меня деньги. Это уже вопрос того, что бы мне понравилось, да, конечно. В хобби не всегда хочется вкладывать деньги, но чем-то бы я бы вот точно бы занялась бы и вот, так сказать, удовлетворяла бы эту свою потребность куда-то, может быть, выходить, там, принаряжаться и так далее и тому подобное, чтобы не завязнуть в быту. Вообще, чтобы не завязнуть в быту, нужно уделять себе время. И я не зря делаю макияж каждый день. Я встаю утром, вначале, правда, отвожу детей, потом прихожу и делаю себе макияж, чтобы немножечко было тонно, что проходя мимо зеркала, я не видела вот это вот не пойми что в халате и не пойми с чем на голове, а видела красивую, привлекательную девушку. Вот так вот. Настолько, кстати, привыкла к тому, что я делаю макияж каждый день, что у меня уже теперь вариантов нет. Как-то так я бы вышла. И я советую это сделать. То есть есть, я не знаю, как в других городах, но у нас в Санкт-Петербурге есть некоторые мастер-классы бесплатные по каким-либо видам занятий. Вот у меня мама недавно ходила там что-то по вышиванию, у неё были бесплатные мастер-классы. Там же нашла бы какие-нибудь познакомства, может быть, задружилась бы с кем-то, общались бы и так далее. То есть, ну вот как-то, вот как-то так. Потому что, я понимаю, потому что, знаете, есть такая история с подругами, с которыми, например, дружила, общалась раньше, крайне тяжело встретиться, особенно если у них тоже есть дети, потому что то собрались, ребёнок заболел, то одно, то второе. И даже живя в одном городе, в одном районе, бывает очень сложно встретиться. Я бы, наверное, перепробовала много что. Я бы, наверное, вспомнила, чем бы я хотела заниматься тогда там в детстве в каком-нибудь, да, вот я, например, очень хочу, у меня не хватает времени, это изучать языки. Вообще, я изучала два языка, английский и французский, но сейчас английский с сыном потихонечку вспоминаю, а французский так вообще, мне кажется, я забыла на прочего. Ну вот вспомнила бы языки, может быть, вы сто лет тому назад хотели изучить китайский или что-то такое, да, или может быть какие-то танцы и какие-то, я не знаю, что-то со спортом или вы мечтали там кататься на лошадях, например, там лишь, ну что-то такое всегда, мне кажется, можно найти и не всегда для этого необходимо вкладывать большие деньги в хобби свое. И, кстати, иногда хобби перерастает у нас в некую такую работу, некий бизнес и начинает приносить доходы, это вообще супер. Ну я бы что-нибудь бы такое замутила, а спустя какое-то время, когда, ну скажем так, в кавычках, я бы уже не стала, стала не нужна детям, ну как бы не в той мере, в которой, например, сейчас, я бы вышла спокойно на работу и моя должность, это не должность, ну не знаю, какого-то научного работника или врача, например, где нужно постоянно, постоянно какие-то знания, постоянно быть, скажем так, вдвижи. то есть я думаю, что спокойно можно будет и после 45 лет, и в 50, и в 60 лет можно найти спокойно себе работу какой-то, просто, может быть, подумерить амбиции и можно найти замечательную, тем более я живу в достаточно большом городе и здесь уж точно можно при желании найти себе хорошую, достойную работу. Ну вот, как-то так. А дети, да, дети, я согласна, растут очень быстро, вроде недавно была беременна, вот уже сыну 8 лет, поэтому я хочу быть детьми, я хочу ими заниматься и я получаю от этого удовольствия, я кайфую. На данный момент моя жизнь меня устраивает на все 100%. Я абсолютно довольна своей жизнью, конечно, хотелось бы еще много чего, там, знаете, такого материального, скажем так, это всегда хочется, вот, но в общем и целом мне все очень сильно нравится. Советую вам, может быть, какое-то хобби, может быть, также канал на ютубе, почему бы и нет, хотя бы можно попробовать, да, это на какое-то время займет, скажем так, вас полностью, потому что изучить там как, чего, куда, также там, я не знаю, фотошоп, видеоредакторы и так далее, все же это тоже занимает какое-то время и это интересно с одной стороны или что-то, что-то вам по душе, скажем так, но обязательно нужно иметь какое-то дело, не связанное с домом, обязательно, потому что иначе вот эта рутина, она, конечно, да, она затягивает и, мне кажется, может даже ввести в какую-то депрессию, я надеюсь, я ответила на все вопросы и в полной мере ответила, если у вас остались какие-то еще вопросы, обязательно задавайте мне их в комментариях, я с удовольствием отвечу, с удовольствием сниму еще какую-нибудь болталку, постараюсь не затягивать так долго, но так получилось у меня, извиняюсь за это, очень ждать ваших комментариев на ту или иную тему, которую мы сегодня обсуждали, мне действительно будет очень интересно, ну а я на сегодня буду с вами прощаться, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчик вверх, мне это очень приятно, всех люблю, целую, до новых встреч,